Это ежемесячный турнир от Total Biscuit, в котором сильнейшие игроки в StarCraft 2 из Европы, Америки и Кореи сражаются за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов, который разыгрывается буквально за несколько часов. Согласитесь, такое происходит совсем не часто, далеко не во всех киберспортивных дисциплинах. И это действительно по-настоящему уникальный ивент, по-настоящему уникальное событие в мире второго StarCraft, поэтому, конечно, наша организация StarLadder уделяет максимально активное внимание подобного рода ивентам. И сегодня как раз очередной день ShoutCraft, очередной день ShoutCraftKings, поэтому добро пожаловать на прямую трансляцию. Для вас комментирует Alex007, нас снова ждут 20 интереснейших сражений. Все они пройдут в формате BO1 до одной победы, и в каждом действующий царь горы будет играть с претендентом. В роли действующего царя горы к этому ивенту подходит протас Тингниб, появившийся в левом верхнем углу. Игрок, который, собственно, заканчивал еще позапрошлый августовский ShoutCraft на поражении Блаю. Но затем в сентябрьском ShoutCraft Ниб вернулся в самом конце турнира и одержал 3 победы подряд. Поэтому его текущая серия это 3 победы, и именно их мы ставим Нибу в левом нижнем углу в нашей таблице счета. Его соперник претендент Liquid Uthermal. Я думаю, тоже отлично известный вам игрок. Террен из Нидерландов. Возможно, сильнейший европейский Террен игрок, который уже очень скоро выступит на европейском финале World Electronic Sports Games. И мне кажется, что сегодняшний матч может стать для него хорошей проверкой. Так что, действительно, посмотрим, как будут играть друг с другом у Thermal и Ниба сейчас. Но для Ниба, в принципе, никакого давления сейчас, я думаю, нет. Он уже довольно много успел навыигрывать на ShoutCraftKings. Никто не сомневается в его высоком уровне. Никто не сомневается в его великолепной форме. И поэтому, конечно же, Ниб просто попытается, ну, я не знаю, получить максимум денег, наверное, да, надо так сказать. Заработать максимум денег при помощи ShoutCraftKings сегодня. И, собственно, в свое удовольствие поиграть в хороший StarCraft. Что же касается его соперника, то у Thermal есть что доказывать. И при этом ему, конечно, очень желательно не показать там все свои заготовки перед грядущим финалом ВЭЗГа. Там очень непросто будет у Thermal очень много, прежде всего, зергов там. Но в целом очень много опасных соперников. И, конечно, у Thermal достаточно серьезно рассчитывает на хороший результат на европейских финалах ВЭЗГа. Как минимум на топ-12, которые позволят ему пройти в глобальные финалы, финалы года. Так что у Thermal, возможно, будет на каком-то этапе беречь интересные стратегии заготовки под новый патч. Но, естественно, против Ниба у Thermal может попробовать вначале придумать какой-то интересный билд. Вот сейчас мы видим его билдордер. Это дроп шести мариков и мины в медиваке. И, судя по всему, параллельный проезд с двумя гелионами. Потому что вот появляется второй гелион. В чем слабость этого билдордера? Дело в том, что вот сейчас, например, у Терна вообще больше нет никаких юнитов на карте. Если, условно, в этот момент на мейн прилетает Оракул, то у Thermal заканчивается. Но, собственно, Оракул пока никуда не прилетает. Ниба тыграл в стартовой партии через Nexus до Гейда. Поэтому у него очень неплохо сейчас все с точки зрения экономики. И мы видим Shield Battery в таких очень интересных местах стоят. Как бы эта батарейка не мешала добывать газ. Но дальше Thermal пока лезть не готов. Интересно, что Циклон делается следующим юнитом у Терна. И он таки находит место, где можно высадиться. Но Shield Battery, конечно, проделывает очень хорошую работу. Хотя, все равно, минус 2 раба, это уже, наверное, довольно неплохой результат. Закапывается мина. Ой, какой красивый эпизод. Пытался сейчас Ниб сделать так, чтобы сплэш мины прошел по морпехам. Он подводил сталкера специально к морпехам у Thermal, чтобы мина выстрелила по сталкеру. И, как следствие, сплэшем по морпехам. Но в итоге у Thermal сумел мину направить таким образом, чтобы она дала зал по другому сталкеру. И, как следствие, сплэшем получили рабочие Ниба. Очень красивая микродуэль Ниба и у Thermal, которая в итоге, на мой взгляд, заканчивается именно в пользу Терна. Да, Терен по-прежнему отстает по рабам, но у него уже ставится третий командный центр. Мы не успели поговорить о карте, но, собственно, если говорить о Ньюн Вайлет Сквер, то это гигантская карта. Просто гигантская. И здесь, конечно, очень удобно вот так вот просто брать и ставить третью базу. Роботикс уже готов у Ниба. Дальше он будет переходить либо в колоссов, либо в дисрапторов, которые против пехотного Терна тоже могут быть довольно интересным оружием. Пока Ниб просто освобождает себе точку для занятия третьей базы. У Thermal как раз разведывал, проверял, нет ли третий где-то рядом. Плюс два Нексуса при этом ставится у Ниба, так что он не только третью, но и четвертую берет. Вот у Thermal эту базу не берет, в чем ее преимущества и недостатки. Ну, преимущество очевидно, база очень хорошо защищена. Вот, кстати, Ниб сюда переводил рабов, и видите, они напоролись на мину, минус шесть рабочих для Протаса. Так вот, она очень хорошо защищена, эта база. Она в самом углу, прикрыта одной локацией справа, другой локацией снизу. Ну, здесь, соответственно, слева и сверху. Но ее проблема в том, что здесь всего четыре минеральных кристалла, то есть это чисто газовая база. Мне кажется, для механических тернов, ну или, может быть, для скайтосов, не знаю. Здесь у Ниба есть проблемы с добычей газа на мейне, но вроде бы он их замечает. Тут действительно шилдбеттери немного подрезает добычу, но не слишком сильно. И Ниб продолжает клепать свое ужасно заскинованное войско в табличке Production. Я не буду ориентироваться совершенно, как и в табличке юнитов. Я не знаю, что вот это вот все. Сентри узнаваемы только все остальные иконки на один глаз. И, в общем, видны они как абсолютно одинаковые пятна пикселей для меня. Но ничего страшного. А вот и особенность карты Neon Wild Square. Особенность, которая заключается в том, что крупные юниты здесь не проходят через квадратики в центре. Ну или это вообще не квадратики, это параллелепипеды. Это сверху они для нас выглядят, как квадратики, а так... Полноценные параллелепипеды, которые мешают проходить кому? Тором, Ультралиском, Архоном, Колоссом? Только им, пожалуй. Кстати, насчет Колосса я не уверен, это можно будет проверить. Но, в любом случае, даже мелкие юниты тут с легкими проблемами проходят. Вот посмотрите, что происходит. Просто один циклон! Один циклон на четвертую книбу приехал и очень круто навоевал. Девять киллсов. Прекрасная работа от Утермала, который, на мой взгляд, может получить сейчас легкое преимущество. Все-таки у Нибы четыре Нексуса, ему нужно продолжать строить рабов. Хотя, на практике ему бы уже наверняка хотелось бы переходить к полноценному производству армии. Варп гейтов всего два до сих пор было у Нибы. Только сейчас вот у него раскрывается третий, четвертый, пятый. При этом нет никаких контратак, нет никакой варпризмы. Так что глухооборонительную позицию занимает Протас. И это позволяет, например... Позволяет вот так вот терну брать и нагло ставить четвертую базу. Опять же, базу внутри пока Утермала просто игнорирует. Сейчас у него доделается уже плюс один на армор пехоте. Дальше с двух старпортов клепаются викинги. Так что будет готов очень серьезный антиколоссовый состав армии. Здесь Утермал не очень удачно дерется. Высадил он мину. Ниб красиво с ней разбирается. У Утермал очень здорово на мультитаске-то сейчас. Смотрите, как разводит здесь минка. Вообще по четырем фронтам получается. Здесь дабл дроп. Здесь мина, здесь мина. И здесь еще одно войско готовится нападать. Скан и просто фокус Нексуса, но это не сработает. Тут два колосса рядом. Есть, правда, еще пара минок. И ой, как здорово Ниб с этими минками справился, но все равно потерял Нексус. Красиво все сделал вроде бы Ниб в этой ситуации. То есть он прыгнул сталкерами таким образом, чтобы быстрее принять на себя урон. Еще и одним сталкером подошел вплотную к группе пехоты, чтобы мина дала сплэш по пехотинцам. И все это у Ниба в принципе сработало, но Утермал решил суициднуться в Нексус. И ему удалось этот Нексус забрать. Поэтому у Ниба сейчас и саплай блок, и по добыче в целом дела идут довольно плохо. У Термала уже во все делается плюс один на воздушную атаку, делается плюс два на атаку пехотному войску. Викинги пытаются найти какую-то призму, но призмы нигде нет. Ситуация для Утермала очень хорошая. Он в целом может сейчас попробовать сделать какой-то мощный выход. Действительно, викингов накопилось для этого уже достаточное количество. Вот сейчас с улетом еще трех будет уже одиннадцать. Одиннадцать викингов на четырех колоссов это довольно неплохо, если это именно колоссы. Да, это колоссы. Это сталкеры. А, это уже хай-темплеры! Боже, это иконка хай-темплеров, оказывается. Есть уже хай-темплеры у Ниба, и вот-вот будет готов грейд на шторм, да. Вы знаете, вот с таким масс-викинговым выходом уже немного запоздал, по-моему. Теран, ему уже нужно как-то гостов готовить, да. Ему уже нужно переходить в какой-то другой состав армии. Как же пехота забавно тут марширует. Но пока нет гостов, пока нет либераторов, то есть чисто пехота и викингами будет драться у Термал. У него двести лимиты, у него готов апгрейд плюс один на атаку викингам. Здесь нужно пробивать камни, чтобы не идти вот по таким узким местам. Но с другой стороны у Термал попробует обойти. Ох, посмотрите, как красиво он собирается нападать. Он собирается нападать с разных сторон, вот это очень здорово. Конечно, окружить соперника он не может. Но вы знаете, у Ниба тут все равно хорошая позиция. Да, он вот так зажаться может, конечно. Ниб очень умен. Делается у него сейчас грейды 2-2. Но я не думаю, что здесь реально пробить Ниба. Но посмотрим, у Термал идет вперед. Штормятся викинги, а не пехотинцы. Пока, но и пехота получает очень жесткие штормы. Ой, как же тут Ниб с пехотой разбирается. Это сражение, которое просто выигрывает в хлам. GG мгновенно пишет у Термал. Сразу же признает свое поражение. Не видит ни малейших опций для продолжения игры. И, скорее всего, он прав. Потому что дальше мгновенная контратака от Ниба. Готова будет похоронить позиции и надежды Терна из Нидерландов. GG. И это четвертая подряд победа для Ниба. Наша Ауткрафт Кингс. И первая на сегодня. Так что...